Итак, ребята, всем здорово! Вот перед вами третья NFSка. Третья, это значит вообще третья в серии, то есть, ну, это, короче говоря, NFS Hot Purs 1998 года. Вот, выходила она только на поистуху первую, на ПК, вроде как, больше она никуда не выходила. Естественные версии различаются по количеству машин. Там в поисты еще какие-то секретные трассы есть, которые с помощью только читов можно открыть, ну и так далее. Вот, это чисто такое просто, я не знаю, это не обзор, ничто, это, можно сказать, летспой очередной, да? Я просто погонял тут два часика, если хотел показать, что это такое, потому что вещь на самом деле очень прикольная. Тут у нас всего четыре режима. Обычная гонка, погоня, кстати говоря, третья NFSка. Это первая часть, где уделили такое, так скажем, детальное внимание полицейским, потому что второй части, по-моему, нельзя было за полицейских играть. Они там только-только появились. Может, они и в первой появились, я, честно говоря, не знаю, по-моему, только второй. Вот, а в третьей, как бы, все это начало нарастать, потому что здесь мы можем даже поиграть за них, да? Вот. Здесь тут полицейских несколько видов. Тут что-то, только не помню, здесь есть вертолет или нет. Ну, ладно, короче, сейчас посмотрим, да? Давайте поиграем тут четыре режима. Ну, это обычный режим, то есть просто тут нажимаем. Вот, машины выбираем. Вот такой скромненький список машин. Сейчас покажу. Ну, не очень большой, то есть, так, средненький такой. Вот, вот эти вот три машины, это ментовские машины. А это уже обычные, то есть, вот. Тут можно у них окраску поменять. Ну, вот, настроить. Там передача, цвет, ну, белый. Ну, можно самому там что-то как-то раскрасить. Вот. Потом можно сравнить машины с соперников, я так понимаю. А, нет, это сравнить с характеристиками других машин в общем. То есть, посмотреть, какая лучше, там, что лучше, что хуже и так далее. Вот. Так, стоп, 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 какая выход система. Так. Ну, вот, короче, такая вот обычная гонка. Потом есть режим, как бы, сейчас, 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 сейчас. Есть режим погони, который вообще нигде раньше не было, только в третьей фейске добавили. Ну, вот. Это, собственно, тот самый режим, где он как бы в двух вариантов. Здесь мы можем играть либо за копа, либо за обычного гонщика, да? Если мы играем за гонщика, то на трассе появляется два гонщика. Собственно, это мы, наш, так скажем, партнер. Вот. И мы вдвоем убегаем от ментов. Можно настроить, чтобы наш друг был к нам либо дружелюбен, вот, либо агрессивен. Ну, то есть, видите, Апаня-то агрессивен, то есть, он будет тебя подрезать, там, тебя постоянно сталкивать куда-то и мешать тебе. Норма, это значит, он будет, как бы, ну, к тебе нейтральным, да? Вот. Ну, во втором варианте мы, соответственно, играем за копа. Кстати говоря, большой минус этой игры в том, что я еле-еле допер, как здесь за ментов играть. Это вообще просто лажу полнейшее. Здесь, оказывается, нужно... Здесь нет, видите, здесь нет такого... Такой штуки, как, допустим, выбор режима. Либо ты за копа, либо ты против копа. Здесь нужно просто тупо взять, нажать вот сюда, на машину, да? И выбрать, короче, одну из этих машин. Либо вот эту, по идее, надо выбрать в самом конце. Вот, тебе дают машину полицейскую, и тогда ты автоматно перемещаешься в полицаи. Ну, дайте посмотрим, брать прикол. Тут еще есть режим турнир. Вот, это типа, там, кто по очкам выигрывает. То есть, завершили первую карту, у каждого там прилипает количество очков. Кто в конце турнира побеждает, больше всего набрал, побеждает. Ну, в обмане это нокаут, в принципе. Вот. Ну, вон, погнали, погнали, посмотрим. Я чисто ради этого режим качал в третьей части. Посмотри, что такое, погнали. Так, лесная дорога, родной город. Ну-ка, 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 давайте-ка попробуем вести щит. Я с помощью щитов здесь уже все открыл. Так, 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 стоп, стоп, стоп. Хочу открыть эту секретную карту, типа. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Должна сейчас открыться, судя по звукам. А, вот, империя поставилась, угу. Меня очень много расстроило, то, что в версии на пустейшн там еще и шесть секретных трасс. То есть космическая станция, подводная какая-то станция. Что-то еще какая-то лажа. Какими-то гробницами мотаешься. Короче, знаете, довольно-таки все прикольно. Но, блин, проблема в том... А, какой-то город игрушек. Ну, короче, там есть... Еще дополнительные секретные трассы, которых здесь нет. Я сначала пытался их тоже открыть, потом удивлялся, почему они открываются. Оказывается, собственно, проблем, что здесь попросту нету. Ну, ладно, погнали. Так, вот наш оппонент, наша машина. Ладно, погнали. Естественно... Зараза, у меня игра вылетела. Так, вон, погнали. Мышка тут разилась. Вот, очень прикольный факт в том, что игра идет в 30 фпс. Ну, короче, я кое-как вообще запустил. Я, в принципе, сначала скачал... Сейчас вспомню, как называется. Короче, оригинальную фреску. Потом какой-то модерн патч скачал, который оптимизирует для современных систем, да? Ну, это ладно, это потом расскажу. Ну, вот, короче, запустил я, в принципе, нормально и с легкостью. Оригинальную версию запустить, в принципе, нереально, потому что пипец, там, столько говна наскачает. Ну, да ладно, короче. Ну, вот, собственно, тот самый режим. Вот, как видите, я очень хорошо играю. Как видите, в отличие от современных, он инфресок управление здесь, пиздец. Так, ну, погнали. Ну-ка. Так, у нас фонарики можно, ну, фару включать, да? Так, ну, погнали. Вот. Вот. Здесь такие способности, как будущих ход-курс, нету, то есть нет никакого EMP и так далее. Вообще ничего нету. Единственное, что здесь есть, это только шипы, и всё, больше здесь ничего нету. Вот. Сейчас наша главная задача это поймать гонщиков, как минимум 6. И за это потом нам должны якобы что-то, какую-то машину дать, которая сблокирует с помощью читов. Ну, бля, давай быстрее. Да, бля, это шипы, вонючий радар. Ну, вот. То есть вот как бы, как вылет в первоначальном виде этот режим. Вот. Вот было бы очень круто, если бы можно было в Муствандете поиграть за ментов. Вот это было бы пипец как круто. Хотя там такая физика мусоров дебильная просто. Здесь физика мусоров реалистична, а в Муствандете она такая аркадная, очень сильная. Так, ну давай. Всё, поймали. Поймали? Да, поймали. Одного поймали, отлично. Ну вот, останавливаемся прямо рядом с гонщиками, начинаем опять свою полагонию. Так, нажимаем на АНХ и погнали. На, аж. Бля, моя цель сзади, что ли? Ага, да. Так, ну давайте попробуем шипы скинуть. Так, ну-ка, чувачок. Ну, попал он, нет? Нет, не попал, походу. А, сука, стой. А вообще, может, здесь и можно стрелять, я не знаю, надо посмотреть. Мне кажется, нет, здесь ничего нельзя. Здесь только можно шипы скидывать. Сброс. Вид назад. Сигнал. Камера. Передача. Да, здесь такого нет, здесь только здесь ничего можно. Это... Да-да-да, мёртвая зона какая-то. Хрень какая-то. Так, ну, погнали. Кстати, если вырезаешься, то проще установиться, нажав на клавишир, да и всё, потому что догонять их смысла никакого нету, как я понимаю, именно здесь. Эта функция, кстати, отключается. Здесь мне прикольно то, что здесь есть детальная настройка каждой трассы, то есть можно сделать ночной вид, можно сделать зеркальное отражение, чтобы карта была как бы перевёрнута, да? Вот, и так далее. То есть можно довольно-таки много чего сделать. Можно там немного усложнить её, чтобы сложнее было гонять. Можно облегчить наборы. Вот для меня что-то всегда прикалывало в серии NFS. Этим приколом я никогда не пользуюсь, это читы. То есть я знаю то, что с помощью читов Мост Вентити можно однотворить такое, что пипец. Там, например, ну тоже можно сменить день на ночь. Ну вот это первое. Второе, там, допустим, можно играть за грузовик, играть за всякие секретные машины, которые в принципе достать нереально. То есть представьте, ну играть за какой-нибудь грузовик. Здесь, кстати, тоже такая фигня, сейчас покажу. Там конкретно, например, там дикость полнейшая как-то сделана. То есть там можно дочителиться в ходе того, что там можно сесть за вертолёт. То есть, представляете, ездить на... А, нет, ну, там вертолёт не есть, он там летает. То есть там можно летать на вертолёте, представляете, там, ну, с помощью читов, понятно, да? То есть ещё прикольно, конечно, пипец. Здесь тоже такая штука есть, то есть можно за школьный автобус поиграть, за грузовик. Вот. Можно с помощью читов разблокировать какую-то машину, которую за ментов в принципе недоступнее, как её не откроешься, потому что её вообще нет официально, только с помощью читов можно её отпустить. Вот это меня всегда прикалывает, надо будет как-нибудь поставить. МФС-ку в мост вон это ещё раз. И почти тереть. Потому что там, ну, прикольно, прикольно. Там можно так повеселиться нехило. Да, стой ты, сука, задрал уже. Вот тварь такая. На тебе, сука. Стоять, блядь. Бы арестованная. А, то есть видите, здесь абсолютно все конечек надо поймать. Охренеть. Посмотрите, какая игра света перед вами. Прикольно, вокруг, да? То есть прям вообще обалденно. Посмотрите на это. Это же вообще обалденно. То есть видите, прям мигалки вот эти вот, они освещают всю местность вокруг, да? Смотрю, прям такая игра света. Очень круто, конечно. Здесь, конечно... А, вон вертолёт, смотрите. Здесь всё-таки есть вертолёт. Правда, ничего не делает, как я понимаю. Вот. Здесь как бы в отличие от оригинала, здесь есть отражения. Ну, они не есть, они как бы здесь настроены правильно, потому что в оригинале они тоже были. Но если оригинал запустить под седьмую винду... Я, кстати, сейчас не на компе играю, а на новом ноуте. Вот. На котором изначально стоял восьмая виндуха снесся. Ну, нет, там, конечно, поставили, так сказать. Вот. И... Поставили. Как-то поставила семёрку. На самом деле, семёрку поставить сюда довольно-таки трудно, это пипец. Потому что на многих ноутбуках стоит такая защита вонючая. Потому что идёт только восьмёрка. И так далее. И выше, так сказать. А ниже поставить нельзя. Там что-то надо диски форматировать. Фрогаформат. И так далее. Но она, короче, не суть. О чём я говорил? Бля, о чём я говорил? Я, чё, Пиротолёт начал говорить? Короче, ладно, неважно. Если запустить эту игру, оригинал, на Windows 7, ну, на любой современной системе, то будет жесть. Будут пропадать текстуры, не будет такой игры света, не будет отражений и так далее. Будет всё кардинально глючить. Вот. Я же скачал, типа, модерн-версию, да? Ну, такую, типа, так скажем, современную, да? А, видите, я не успею их поймать. То всё, обломись. Я право срал. Угу. Да, и побибикаем, ну? Ты чё стал-то, я не пойму? Чё это за хрень? А, всё, да, конец. Бля, зараза, у меня опять игра выйдет. Три, два, один. Потому что я не остановил запись, когда выходил из игры. Я её на паузу поставил. Надо именно стопануть, чтобы прекратилась сама запись, и сохранилась. Блин, у меня файл запоролся, зараза. Там 10 минут снимался, сука. Ну ладно, хрен с ним. Покажу ещё раз. Короче, тут режим погони. Это когда мы... Ну, это как бы первый вариант, когда мы убиваем от ментов, да? Так сказать, сваливаем от мусоров. Эй, чувак! Здоровья, козёл! Ну, мусора едут. Ох ты, мать твою! Здесь какие-нибудь больные, видите? Я вот не знаю, где мусора больнее, здесь или в Муствендеде. Я знаю то, что в Муствендеде. Не, я помню, конечно, что они там тоже те ещё... Блин, как бы так сказать... Короче, те ещё тварям, которые дрянь достают. Вот. Здесь они, кстати, тоже такие нормальные, довольно-таки. Вот я не знаю, где с ними гоняться важнее, здесь или там. Я знаю то, что там на какой бы машине ты не ездил, они тебя все догонят. Вот здесь на какой-нибудь ламбаржине там супер-пуперском с нитро-полным баком, а не каких-нибудь газелях или вазиков. Но всё равно тебя догонят. Они здесь всё равно догонят. Как бы там не было. Здесь по поводу... Ну, здесь, в принципе, такая же, наверное, скорее всего, фигня, да? Хотя, может и нет, не знаю. Ну, короче говоря, здесь тоже такие мусора, лютые немного. Хотя пока всё более-менее спокойно. И знаете, здесь они становятся бешенными, когда они к вам подъезжают чуть ли не вплотную. Вот это уже, да, вот это совсем капец становится. А так, в принципе, когда они далеко от тебя, это более-менее нормально. Как они тебя достаёт, хотя бы там на метр в пятнадцать от тебя ездят, даже на десяти, то это всё ищет, да просто капец. А так на дальнего расстояния в принципе никакие. Вот. Конташ. Посмотреть, сколько вообще сегодня... Ой, да, что сказать. но посмотреть сколько всего этих частей курс я вот не знаю я или вы их три либо 4 скорее всего их 3 посмотрите смотрите трамплин трамплин охренеть их кирпич мазался куда прешь на вот это курса 98 вот это собственно потом продолжение которого либо на следующем с учим году вышел либо 2000 не помню короче потом как бы ремейк вот курс до 2007 года по-моему я вот не помню ход пурс 2 по моему еще 2010 году выходил или нет очень честно не посмотрю сегодня мне кажется четыре части хотя может зеран путаю за равном да я короче знаю посмотрю потом ну да ладно вот собственно такая вот небольшая битва где мусора не пойму очень интересно я погоняю чувака на 15 секунд где мусора мать вашу очень странно кстати говоря здесь очень странно ездят гражданские и сами мусора тоже ездит очень странно у них машины передвигаются через жопу сейчас я покажу про что я это прикольного физика вот видите здесь машина может свободно перевернуться то есть мусорность так вот не получится сделать в гармоне тоже вот а здесь она прям свободно переворачивает и в андеграунде не по не получится по моему а есть такая физику прикольная так скажем ну давай блять но ура смотрите я в тоннель заехал да и пику здесь такой эхо идет круто вообще пиздец мать вашу технологии тогда он смотрите мусора мусора так вот смотрите давайте попробуем с ним погоняться на ближних дистанциях вот смотрите ну давайте догоните вот смотрите как они передвигают ступы видите смотрите кого чтобы я не заметили вы или нет но и передвигаются могу через жопу уроки амоник годмуд ангибинь и улорник пора обе улочин приедет то есть них машина на дрыгаться вправо и влево тут вообще пони шважа конечно так и штыков сети да если я поймаю это вблизи то это все считай это смерть мне кажется здесь менты немного сложнее чем мамочки мент умирают судя по мигалке по звукам вернее короче говоря мне кажется здесь они сложнее от них погоня сама в себе сложнее потому что если они близко достанут это все считай тем больше такая физика здесь у копов физика такая же как твоя машина а вот смотрите как было сделано там физика копов она намного аркаднее копы там сами по себе легче чем ты потому что помните на как на какой-нибудь ламборджини едешь да вырезаешься носорога там такой коп был такой вид и просто носорог чё ты там не по всей трассе потом летает переворачиваться тут полнейшего же но это конечно прикольно выглядит очень эффектно круто интересно аркадное обалденно этого увесил но есть такой вот не повторишь хотя у нее кстати здесь тоже джип какие-то есть здесь как он ездить стороны дороге боляй спортска так прикольно конечно игрушка особенно здесь можно бибикать таких верных такой особенности нет вы знаете в сетевуки так берешь так нажимаешь да вот так вот едешь на кассам звук оторваешь у тебя это не беспокоило так вот едешь так здоровье было прикольно так давайте попробуем с помощью что в чем сделаем так сейчас давайте вот как сделаем так я не помню где надо набирать чтобы идти на разных машинах видите один из ниже ниже следующих кодов нажмите на рейс так значит делаем следующее давайте попробуем на школьном автобусе поездить хотя нет такое дерьмо на самом деле он давайте на такси стоп ну давай работай так еще раз ну да видите машин при поменялось на такси езжу давайте все подвозить по крайней пробовать мышь типа таксист так фары пустите но здесь все на такси езжу этот минус лиц пубу круто себе ты только себе набрал там на что-то ездил на автобусе а все другие на обычных машинах набрал буску супер скорость и все считая сбила бы всех черте подвести надо чувак чувак госток все и даже с управлением не управляться нифига в принципе как я вообще довольно таки список такой неплохой то какой-то кэргут трак чит какой-то кузовик очередной дают ивент крузер опять какой-то очередной грузовик потом школьный автобус джип какой-то какая-то машина копов раньше ровер бля копкар гранд м какой-то ну вот принципе ребят такая вот игрушка прикольно конечно это чисто такое видео я даже не знаю это просто решил рассказать об игре то есть не знаю подробнее зато сейчас большинство людей про сторон фрески забыли потому что вон они как выглядят не чуть такое кстати займите на этой машины нет нету теней теней отражения все как бы ее на отражение пробивали в редакторе потому что машина принципе вообще никак не используется кунг сами игроками счетами но в принципе вот ребят вот такой небольшой видос клиентов по их отбиваешь вот ребята давайте все пока удачи вот такой вот был небольшой видос всем пока ждите новых видосик всем пока